Доброе утро, крымчане! Сегодня 25 февраля, сегодня понедельник и до конца зимы осталось всего лишь несчастных три дня. Но, говорят, понедельник день тяжелый, мы разрушим этот стереотип и докажем, что начинать неделю можно весело и познавательно. Для вас в прямом эфире работают Салия Салямова и Александр Ткачев. Мы работаем сразу на двух каналах Первый Крымский и Крым24. И готовы для вас рассказывать самые интересные и самые актуальные новости, которые только произошли за последние сутки в Крыму. Кстати, этим мы прямо сейчас и займемся. Я готова уже предоставить информацию о тех событиях, которые произошли за последние 24 часа. И, как всегда, говорим о них легко и, конечно же, интересно. Бойцы Народного ополчения Республики празднуют пятую годовщину со дня формирования подразделения. 23 февраля 2014 года неравнодушные жители нашего полуострова объединились для защиты своей Родины. Участники Крымской весны вновь собрались, чтобы вместе вспомнить события, благодаря которым наш регион воссоединился с Россией. Подробности у Елены Носковой. Как и зимой 2014 года, у стен Государственного Совета Республики собрались ополченцы, но уже под российским небом. Добровольцы разного возраста вспоминали захват власти в Киеве радикалами-националистами. И твёрдое решение – отстоять свободу Крыма. Тогда больше тысячи человек записались в ряды Народного ополчения. Почему я здесь? Да потому что здесь должны быть все настоящие мужчины, которым небезразлична судьба нашей Родины, нашей земли, нашей Республики. Мы будем защищать Крым, как можем. А мы можем по-женски. По-женски будем защищать. Будем помогать нашим мужчинам. В первый же день сформировали больше 12 рот ополчения. Крымчане приходили к Государственному Совету, чтобы внести себя в списки. В пятую годовщину всё, как о феврале 2014-го. Они прибыли с Джанкоя, с Армянска, с Раздольного, с Первомайска, с Евпатории, с ИСАК, Алушта, Ялта. То есть со всех регионов снова собрались в один строй, в один ряд, чтобы дать понять людям, миру, что здесь крымскую весну свершили вот эти парни. На митинге в Симферополе многолюдно. Здесь те, кто обеспечивал порядок в 2014 году. Те, кто не дал начать вооружённый конфликт на полуострове. По зову сердца, по явлению души, пришли люди на площадь, пришли сюда. В сложный момент протянули руку помощи нашему Крыму, протянули руку помощи своим друзьям, соседям, коллегам, своим родным и близким. Поэтому, знаете, как, наверное, то, что было, каждый из вас будет ещё вспоминать и гордиться тем, что принял участие. Благодаря сплочённости тысяч жителей полуострова под флагами России, Крыма, дружин народного ополчения, республика отмечает 23 февраля сразу два праздника. День защитника Отечества – это состояние души. Для кого родина, это пишется заглавный, все буквы заглавные. Вот это, наверное, праздник этот сегодня. У монумента ополченцам всех времён память погибших крымчан почтили минутой молчания. Помолились за тех, кого уже нет с нами – и за живых защитников, и защитниц Отечества. Командиры вручили своим подчинённым памятные медали. Ополченец Евгений Таран в 2014 году не только участвовал в референдуме, но и обеспечивал безопасность участников голосования. Полученную медаль будет с гордостью носить, как память о главном для Крыма событии последних лет. Я лично участвовал в обеспечении порядка на избирательном участке на улице Смольной, 25. Благодаря усилиям всех ополченцев и казаков и простых обычных граждан референдум был проведён, и Крым вернулся на родину. А до Крыма так и не доехал ни поезд «Дружба» от Майдана, ни радикалы с неофашистами. На площадях и административных зданиях – флаги России. В городах и районах – мир, возрождение инфраструктуры и промышленности. Ни снег, ни мороз, ни пронизывающий ветер не мешают крымчанам отмечать свой праздник. 23 февраля – это годовщина соформирования народного ополчения республики, которая отстояла наш полуостров и нашу свободу. Елена Носкова, Александр Смычек, Новости 24. Гостиничный бизнес по новым правилам в Крыму в этом году проверят на классность 800 отелей и других мест размещения. Напомним, 18 февраля глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц. Значит, пора сдавать экзамен на уровень сервиса и крымским отелям. 186 уже прошли процедуру, 69 из них получили звёзды. О стандартах обслуживания на полуострове расскажут наши корреспонденты. Бизнесмен Николай Петрухин часто бывает в командировках. В Ялту приехал по делам, остановился в пятизвёздочном отеле, привык к комфорту. Я останавливаюсь здесь каждый раз, когда бываю в Крыму. И я себя здесь ощущаю как дома. А это не везде такое возможно. Поэтому я с удовольствием приезжаю сюда, буду приезжать. Первый отель в Крыму, который удостоился пятизвёзд, прошёл классификацию в 2011-м. Раньше эта процедура была добровольной. Осенью этого года обновили сертификат. Требования к сервису жёсткие. Особенно это отражается на высшей категории. Здесь очень много факторов. И какой номер, и какой он площадь, и какая кровать. И матрас определённый должен быть в жёсткости. Сервис должен быть круглосуточный. Обязательно в порядке должно быть определённое количество служб. Но самое главное – это персональное отношение к гостю. Чтобы получить классность, отельер подаёт заявку в центр сертификации. Следующая ступень – экспертная комиссия. Те, кто рассчитывает на высокую категорию, должны иметь не только аккредитацию, но и соответствовать стандартам обслуживания. Если гостиница не подходит ни под одну из категорий, звёзды могут не дать. Но если она сумела доказать свой статус, выдают вот такой документ. В отелях ниже по статусу постояльцам также обещают достойный сервис. Но в двух-трёх звёздочных нет спа и тренажёрного зала. Не всегда есть бассейн и комнаты меньше по площади, чем в пятёрке и четвёрке. В однозвёздочных удобство на этаже. Нет кафе или ресторана. В высококлассных гостиницах обслуживание круглосуточное. Есть услуги швейцара, по требованию могут предоставить конференц-зал. Всё это отражается на стоимости. Этот отель в селе Оползневое на ЮБК только готовится к классификации. Рассчитывают на три звезды. Здесь 60 номеров разного типа. На территории заканчивают реконструкцию. Взяв список требований по содержанию, состоянию номера и прилегающей территории, зданий, фасадов и всего остального, подводим под эти требования. Конечно, это требует капитальных вложений. Покрасить, подделать, реставрировать. В Министерстве курортов и туризма Республики призывают владельцев мест размещения прийти к классификацию в этом году. Чтобы к курортному сезону большая часть гостиниц получила знак качества, решается вопрос о субсидировании. Также власти хотят пересмотреть некоторые требования к категориям. Мы будем инициировать целый ряд дополнительных поправок в данные законодательные акты для того, чтобы упростить жизнь отельерам и позволить им классифицироваться, но при этом не перестраивать глобальную собственную базу размещения. Классификация будет проходить поэтапно. Первыми станут самые крупные гостиницы, те, где больше 50 номеров. Если отели не получат категорию до 1 января 2020 года, владельцам грозит административная ответственность. Татьяна Балыкина, Зарема Дадаева, Ситмемет Кукчиев, Новости 24, Большая Ялта. Начался бодро, хотя погода, конечно, оставляет пока желать лучшего. Прохладно, мягко говоря. Но она, кстати, располагает к такой бодрости. Мы в тонусе. Да, бодрит. Бодрит, да. Господа, что у вас сегодня на повестке дня? Ой, на повестке дня у нас очень серьезная тема. Возрождение системы вытрезвителей. И к какому выводу вы приходите? Надо возрождать. Все-таки надо возрождать. А кто сейчас занимается этими задачами? Кто наберет на себя функцию? Сейчас это закреплено за скорой помощью, но она не спешит реагировать на такие вызовы. Ну, их можно понять. И чем они это объясняют? Ну, объясняют логически тем, что они могут опоздать на вызов по инфаркту, инсульту, еще какой-то более серьезной вещи. Вполне логично. Но вы сейчас обсуждаете саму идею или уже есть такое решение, что вытрезвители появятся в скором времени в Крыму? Ну, пока это на уровне законодательной инициативы рассматривается. Ну, кое-где регионам России они уже работают. Ну, это самостоятельно приняли такое решение, открыли. У нас пока нет. У нас сегодня тоже будет часть темы посвящена медицинской проблематике. В частности, у нас сегодня будет главный внештатный травматолог Республики Крым. Мы будем обсуждать гололед и те последствия, которые он несет. А еще мы обсуждаем сегодня метеорологию, науку небесную. Конечно же, погодные условия, которые у нас сложились. Ну, я надеюсь, что они никого не удивляют в этом плане. Но, тем не менее, будем говорить о том, что ожидать в будущем. Да, ну, как говорят, метеоролог ошибается один раз, но каждый день. Мы эту штуку вспомним сегодня. Спасибо вам большое, коллеги. Мы желаем вам хорошего продолжения эфира и, конечно же, обсуждения этой темы. И вам хорошего утра. Спасибо. Хорошего дня. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. И мы продолжаем свою беседу. Салия, у меня есть хорошая новость к тебе. Еще одна. Что-то я просто заваливаю тебя хорошими новостями. А дело все в том, что наши специалисты из Министерства природы Крыма провели мониторинг чистоты воздуха в нашей столице крымской. И что ты думаешь? Ну, я думаю, если новости хорошие, то, значит, какой-то был приятный результат. Да. Действительно, атмосфера Симферополя полностью благорасполагает к вдыханию ее как таковой. Поэтому, симферопольцы, дышите, дышите и еще раз дышите. Но что же касается того, как благорастворяются воздухи нынче, то мы узнаем это из рубрики «Погода». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Соли, а 120 тонн – это много или мало? Смотря чего, но для меня эти цифры, конечно же, всегда большие. Они впечатляют. Впечатляют. 120 тонн было закуплено и зарасходовано солевых смесей для борьбы с гололедом. На сегодняшний день есть некая дилемма в этом плане использования именно солевых смесей для борьбы с гололедом, потому что все-таки их влияние на экологию и на растения до сих пор окончательно не изучено. В странах, скажем, западных используют мелкую гранитную крошку. Она абсолютно инертна химически. Ее, более того, собирают повторно с улиц, промывают и вновь используют. Она почти вечная. Но у нас пока используют солевой реагент. Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что соль тоже, мне кажется, повторно используют, потому что наблюдала такую картину. Однажды шла в парке Гагарина, и там девушка, то ли работник этого парка, то ли из коммунальной службы, у нее была такая коробка, в которой лежали бруски соли размером с кулак. И она шла и просто бросала их на землю. Если они не разбивались, то они так куском и продолжали лежать. Я не знаю, насколько они могли помочь людям в этой ситуации, потому что, мне кажется, от них было бы пользы больше, если бы они так и оставались лежать в коробке. А ты уверена, что это была соль? Я уверена, что это была соль. Конечно же, я присмотрелась к этому, потому что меня вся эта ситуация очень заинтриговала и заинтересовала. В последнее время слово «соль» имеет двоякое значение, поэтому я остерегаюсь его употреблять, заменяя его солевой смесью. Все-таки это как-то более, на мой взгляд, юридически верно. Но мы продолжаем наш эфир, и у нас следующий материал, который дополнит нашу программу, это хронограф. Мы рассказываем в нем о том, что произошло в этот день, но много лет назад. Хронограф прямо сейчас. 25 февраля 183 года назад был выдан первый патент на автоматический револьвер. Его получил самоучка Сэмюл Коль. 14 лет он сделал свое первое изобретение – электрический запал для подрыва подводной мины. Но в историю вошел как создатель револьвера «Кольт». Изюминкой оружия стал заряженный барабан. Существующие до этого пистолеты были одноразовыми. Однако в мире до сих пор спорят, принадлежит ли изобретение самому «Кольту» или он его присвоил. В этот день получил патент еще один самоучка – деревенский кузнец Томас Девенпорт. Его изобретение – электродвигатель постоянного тока. Также придумал электровоз. В 1835 году Девенпорт продемонстрировал публике модель круговой железной дороги, по которой ездил маленький локомотив. Диаметр дороги был 1 метр 200 сантиметров. Сейчас изобретение кузнеца все так же используют в поездах, подъемных кранах, устройствах автоматики. В 1807 году, 25 февраля, был учрежден Георгиевский крест – высшая награда для солдат и младших офицеров. Знаки 1 и 2 степеней изготовлялись из золота, 3 и 4 – из серебра. Все они выдавались довольно редко. К примеру, за всю русско-турецкую войну Георгиевский крест 1 степени получили только 60 человек. 25 февраля отмечается день открытия спирта. Первыми чистый метанол из вина выделили арабы в VI веке. Об этом свидетельствуют записи персидского знахаря-алхимика Ар-Разим. Европейцы добились успеха в этом деле только в XI-XII веках, научившись выделять спирт при брожении. Россия получила его в подарок от Генуэзского посольства в 1386 году. В этот день родился Алексей Балабанов, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Широкую известность Алексею Балабанову принес фильм «Брат», вышедший в 1997 году, главные роли в котором сыграли Виктор Сухоруков и Сергей Бодров-младший. Фильм стал хитом, а реплики персонажей – крылатыми. Другие фильмы режиссера – «Брат 2», «Война», «Американец» и «Жмурки». 15 тысяч рублей за эти небольшие деньги теперь одному из крымчан грозит 5 лет в тюрьму. Дело все в том, что его работодатель нерадивый задолжал человеку премию в виде 15,5 тысяч рублей. Молодой человек ничего не придумал другого, как подойти к нему со спины и приставить к его виску два пальца. Да ты что? Тот испугался, подумав, что это оружие и, в общем, выдал ему такие деньги. Но теперь… На 5 лет он может забыть о деньгах. Да, потому что правоохранители сочли этот метод как самоуправство. Поэтому за 15 тысяч рублей можно вот так попасть. Ну, я почему, собственно, эту тему затронул, потому что прямо сейчас я хочу поговорить о бензине и о деньгах. Это очень важно. Ты же сама знаешь, как тяжело в такую пору добираться на работу, особенно если ты идешь на своих двух ногах. Но если у вас есть транспорт, то цены на углеводороды вам вполне пригодятся. Итак, газ на сегодня равняется 28 рублям и 19 копейкам за 1 литр. Дизельное топливо 51 рубль и 27 копеек. 92-й бензин 47 рублей 17 копеек. 95-й 50 рублей 25 копеек. И 98-й 56 рублей 59 копеек. Цены на топливо, как мы видим, в принципе, не изменяются. И это, наверное, пока хорошо. Хотя они по-прежнему остаются наиболее высокими в России, потому что тот же 95-й бензин в Москве стоит порядка 45,5 рублей. Давайте перейдем к валютам на сегодняшний день. Доллар равняется 65 рублям 51 копейки. И евро 74 рубля и 33 копейки. Доллар за последние сутки упал почти на 15 копеек, а евро подрос почти на 30. Таковы, к сожалению, ставки на бирже. Но мы будем надеяться, что все-таки какая-то стабильность будет сохраняться, и она даст возможность нам, собственно, как-то научиться слегка экономить свои средства. Да, но ты начал новость по поводу премии. Это получается, что мужчина рисковал, по сути, за 200 с копейками долларов. Я, к сожалению, плохо учился в математике, хотя учился в математической школе, так быстро не калькулирую, как ты. Но это свойство женщин, видимо, считать деньги с такой скоростью. Это точно, чтобы экономить, конечно же, и семейного бюджета. Так, но я бы хотела продолжить тему, которая касается наших... Нет, не водителей, кстати, а вообще крымчан. Есть тоже у меня замечательная новость по этому поводу, что новое поисково-спасательное судно торжественно спустили в Керчи. Его построили на заводе «Залив». И сейчас уже, можно сказать, судно нуждается только в достройке. Там будут обустраивать помещение, внутри установят мебель. Длина этого судна составляет 64 метра, а ширина чуть более 15 метров. И оно предназначено для снятия смелей и рифов аварийных судов и плавсредств, а также борьбы с разливами нефти, ну и другими катаклизмами, которыми могут произойти на воде. На воде много чем может произойти, но следующая наша рубрика говорит о том, что может произойти в театрах, в кинотеатрах и прочих местах, куда можно сходить. Афиша прямо сейчас. Афиша прямо сейчас. В далеком будущем на свалке апокалиптического железного города останки женщины-киборга находит милосердный доктор Ида и забирает ее в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она и в чем ее призвание. Все новое для девушки в этом мире. Пока она учится жить на коварных улицах железного города, доктор пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Девушка хочет узнать правду о своем происхождении и отправляется в путешествие, которое навлечет на нее всю несправедливость порочного мира. Для поднятия настроения посмотрите российскую комедию «Семь ужинов». После пяти лет брака жена начинает просить развод. Супруг же, чтобы сохранить отношения, предлагает попробовать одну из методик. Суть ее заключается в том, что герои ужинают вместе семь раз. Однако каждый раз с новыми правилами. Ужин без освещения, ужин на гишом, ужин с третьим человеком. Главные роли исполнили Владимир Ильин и Елена Яковлева. В дневное и вечернее время вы можете сходить на фильм «Клаустрофобы». В центре сюжета шестеро незнакомых между собой людей. Они получают от таинственной организации приглашение сыграть в квест. Победитель получит солидный денежный приз, а герои решают попытать удачу. Но совсем скоро они осознают, что задания в игре не такие уж и безобидные. Ставка – их собственные жизни. Фильм для любителей сложных загадок. Киносеансы повторяются в течение дня. Мне всегда было интересно. У нас сейчас город активно реконструируется, столько всего нового возводится, улицы подчиняют. Мне всегда было интересно, куда девается историческая брусчатка с этих улиц. Ты знаешь, конечно же, есть самые разные домыслы, но часто звучит предположение, что, скорее всего, сами симферопольцы. А если это не в Симферополе, то, в принципе, крымчане иногда ее могут своровать. У меня есть другая информация. Дело все в том, что Наталья Маленко, глава администрации города Симферополя, заявила, что никуда она не пропала, она бережно хранится. Вся брусчатка из исторической части города, с улицы Жигалина и других старинных улиц крымской столицы. Вся эта брусчатка бережно хранится, так же, как и гранитные плиты с площади Ленина. И все эти материалы впоследствии будут израсходованы для ремонта, в частности, преображения парка имени Гагарина и других скверов города. Так что есть надежда, что все будет хорошо, и наш город будет прекрасным парком. Ну, то есть в данной ситуации я ошибаюсь, и это очень хорошо. На самом деле, действительно, теперь брусчатку бережно хранят, потому что она укладывалась 70 лет назад, сразу после войны. И, конечно же, она очень долго прослужила и еще может прослужить. Но у нас сейчас новость не об этом, а у нас новости из интернета. Давайте их посмотрим все вместе. В Перме нашли новый способ уборки сосулек. На кадрах работа коммунальной бригады. Сначала сосульки сбивают лопатой, после вход пошел лом. Но результата это все равно не принесло. Чудеса акробатики показал козленок из Кугорчинского района Республики Башкортостан. Он научился ходить на двух передних ногах. Как сообщает автор ролика, животному всего три месяца. Большую часть времени он ходит, как и все его сородичи, на четырех ногах. И только изредка встает на задние. Журчат ручьи. Улица Хабаровска затопила канализационными стоками. В результате коммунальной аварии мутные потоки потекли по дорогам и тротуарам. Местами глубина реки достигает полуметра. Уфимец заснял кота, который любит купаться. Особенно в раковине. Как пишет автор ролика, животное ложится в нее и ждет, пока включат воду. В инстаграме известные люди Бурятия приняли участие во флешмобе в защиту Байкала. Если в мире исчезнет вся пресная вода, голубого сердца Сибири хватило бы для всего населения планеты на 40 лет. Чем он напоит? Таков слоган, который участники акции пишут под фотографиями. В Перу находятся разноцветные горы Винникуанка. Еще 15 лет назад на их месте был ледник. Глобальное потепление обнажило вершины цвета радуги. Теперь это место паломничества тысячи туристов. Эта большая медведица Герда из Новосибирского зоопарка родила двух медвежат. Она внимательно следит за тем, чтобы малышам было тепло. Подгребает соломы, когда кормит детенышей, придерживает их лапами и согревает дыханием. Очень милое видео. Не успел хозяин открыть йогурт. Любимый питомец тут как тут. Принялся лакомиться. Всем хорошего дня. С таким напором собака напала на йогурт. Сразу видно, что у нее хороший аппетит и, наверное, хороший сон. Наверное, хороший сон. Кстати, эта мысль меня располагает на такие предположения, что у нас в мире около 30% людей страдают от бессонницы. Вот у тебя есть такая проблема? Признаюсь честно, да. Любые нервные переживания у меня сразу перетекают именно в бессонницу. И бессонница моя верная подруга. Ну, у меня как таковой бессонницы нет, но я сталкиваюсь с другим явлением. Это когда перед сном у тебя вдруг начинается бурная, активная мозговая деятельность, приходят разные гениальные идеи, начинает работать фантазия. И, конечно же, иногда из-за этого сложно заснуть. Но я думаю, что в следующем сюжете мы найдем ответ, как бороться с бессонницей. Листаете ленту в фейсбук в кровати, начинаете выяснять отношения незадолго до сна, ложитесь в разное время и не знаете точно, во сколько встаете. Поздравляем, вы нарушаете все правила гигиены сна, а это приводит к бессоннице. Снотворное чтение бабушкиной рецепты – это далеко не полный перечень средств борьбы с бессонницей. А вот днем после таких испытаний очень сложно работать. Мы заливаем в себя тонны кофе, вдавляем естественное желание уснуть, впадаем в уныние и просто теряем вкус к жизни. По статистике, 30-45% людей страдают от этого недуга. Наполеону хватало 4 часов, Эйнштейн растягивал удовольствие до 11. Одним нужен жесткий матрас, другим – почитать книжку. Третьи категорически не способны заснуть в одиночестве. Бывает такое, особенно когда я переутовлюсь, когда сильно, например, рабочий день какой-то тяжелый тогда. Как стараюсь справляться? Ну, пью чай с травами, стараюсь слушать какую-то приятную музыку на ночь и сидеть меньше в телефоне. Как вы с этим справляетесь? Что вы предпринимаете? Ну, как включаю фильм какой-нибудь себе с фоном и под него со временем засыпаю. У меня не мучается, потому что я обрабатываю всю свою энергию за день, поэтому спрут прекрасно. Вике 24 года, живет насыщенной жизнью, много работает, а потом приходит домой и задается вопросом – ничего ли не забыла? Постоянные кампания в память оборачиваются стрессом, справиться с которым сложно. В день я работаю где-то 14-16 часов. Я работаю, конечно, по сменам, но из-за того, что у меня такой тяжелый график, я прихожу домой, еще 3-4 часа не могу успокоиться, потому что день был насыщенный, начинаешь вспоминать, что было, как было. Вялость, слабость, раздражительность – верные спутники бессонницы. От них не спрячешься, их не одурачишь. За все утро я выпиваю 3-4 кружки кофе, и где-то часов в 11 утра я начинаю понимать, что у меня давит сердце. И так каждый день, но изменить ситуацию можно и даже нужно. В первую очередь нужно ложиться и вставать в одно и то же время, поставить себе такую цель, каждый день не нарушая ложиться и вставать в одно и то же время, ложиться желательно до полуночи, чтобы сон был полноценный. Нужно соблюдать режим такой, чтобы сон составлял где-то 7-8 часов в день нахождения в постели. Меньше плохо и больше плохо. Эффективно бороться с бессонницей можно, только установив ее причину. Не забывайте любить и ценить себя, ведь здоровье не купишь. Действительно, здоровье – это самое главное, и ни за какие деньги его нельзя купить. Я предлагаю прямо об этом сейчас поговорить с нашим гостем, который уже в студии. Да, я присоединяюсь к тебе. Сегодня мы будем говорить о травмах, которые могут произойти при встрече с гололедом. И у нас сегодня в гостях Павел Николаевич Федуличев, главный внештатный травматолог Министерства здравоохранения Республики Крым. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Николаевич. Как вы добрались по такому гололеду? Хорошо, спасибо. Вас не пугает такая погода? Нет. Потому что вы знаете, как себя вести при гололеде. Но многие люди, наверное, знаете, неосторожно относятся, ходят неосторожно и в итоге получают травмы. Скажите, пожалуйста, какие травмы наиболее характерны для такой погоды? Что травмируется чаще всего? Ну, действительно, последние выходные февраля ознаменовались возвращением зимы, гололедом. И только за субботу-воскресенье в травмпункт 6-й горбольницы обратилось 27 человек, из них 10 человек с переломами. Наиболее характерные повреждения – это ушибы. Из переломов чаще всего люди получают перелом лучевой кости, переломы шейки бедра и переломы позвоночника. То есть перелом шейки бедра – это характерно для старшего возраста или для всех? Естественно, это характерно для пожилого возраста. А лучевая кость – это все-таки руки. Когда человек падает, он, видимо, опирается? Опирается, естественно, да. Пытается себя застраховать от падения, но, тем не менее, получает серьезную травму. У молодых людей чаще всего преобладают переломы плюсневых костей и переломы лодыжек. Павел Николаевич, по сравнению с прошлым годом, в этом году цифры насколько опережают или, наоборот, отстают? Два дня пока не показатель. А до этого не было, в принципе, таких ситуаций? Настолько много случаев? Рост случаев наблюдается именно при появлении гололеда-гололедицы. Поэтому у нас февраль был достаточно теплый, гололеда было мало, поэтому травмированных было меньше, чем в прошлом году. В этом году, просто мы сегодня эту тему слегка коснулись, было закуплено 120 тонн реагента. То есть, вероятнее всего, коммунальные службы серьезно озаботились безопасностью граждан на поверхности наших тротуаров. Но, видимо, все-таки пока недостаточно много реагентов, потому что много поступает и жалоб. Больше всего посыпают дороги для автомобильного транспорта, а пешеходные дорожки по-прежнему очень опасны для пешеходов. Павел Николаевич, скажите, а что страшнее? Перелом, скажем, костей, кисти или какие-то все-таки нижних конечностей травмы? Любая травма, это серьезно. Сроки выздоровления достаточно длительные, поэтому желаю людям поменьше падать, поменьше травмироваться. Если падать, то получать лучше легкие травмы. А мой совет людям, имеющим пожилых родственников, запасти их продуктами на период гололеда, чтобы пожилые люди старались не выходить на улицу и не получали травмы. То есть, чаще всего пациентами являются именно пожилые люди? Конечно. Скажите, зимний период, все-таки это обвитаминоз всегда. Какие вы дадите рекомендации людям, которые получили травмы? Как, чтобы быстрее зажила перелом, консолидировался? В первую очередь нужно обратиться в профильное учреждение. Это в городе Симферополь 6-я городская больница. В других учреждениях это районные и центральные районные больницы, городские больницы. Поэтому помощь должен оказывать обязательно специалист. Он выпишет необходимые препараты, медикаментозное лечение, которое поможет срастаться перелому. По крайней мере, 6-я городская больница готова к оказанию помощи всем пострадавшим. Но вот как только произошла травма, сразу туда можно обращаться, в те пункты, которые вы озвучили? Конечно. Если человек не может передвигаться, вызывается скорая помощь, и она привозит профильное учреждение. Павел Николаевич, а вот летом, например, таких ситуаций не происходит? К вам не обращаются люди? Почему? Каждый период характеризуется своими травмами. Весной люди занимаются обрезкой деревьев, кроют крыши. Лето тоже строительство, падение с высоты. Осень, сбор урожая, падение с деревьев. Орехи, черешня обязательно. Поэтому в летний период очень много ныряльщиков, которые прыгают со скал в непроверенных местах и получают очень тяжелые травмы, в том числе осложненные переломы позвоночника, которые приводят затем к инвалидности. Очень страшно. А скажите, пожалуйста, есть, ну, говоря, возвращаясь к теме холодов, есть какие-нибудь рекомендации, которые позволяют падать и не ломать ничего себе? Ну, падать и не ломать себе могут себе позволить только те люди, которые занимались... Акробатикой. По молодости. Акробатикой, гимнастикой. Акробатикой, гимнастикой спортивной, борьбой, которые умеют падать. Все остальные, к сожалению, падают как мешок. Падают и не травмируются или мало травмируются, только дети. Они умеют группироваться просто вот сами по себе. То есть взрослые теряют эту с возрастом привычку? Да, взрослые становятся более грузными, меняется центр тяжести, они одевают высокий каблук, неудобную обувь скользкую. Естественно, торопятся всегда. Вот они получают больше травм. Павел Николаевич, ну вот с возрастом травмы дают о себе знать, особенно переломы. Это действительно так? Или, знаете, реагируют на погоду потом? Или это все-таки домыслы? Нет, такое есть, но я не могу сказать, что это стопроцентно. Не у всех, то есть? Не у всех, естественно. То есть это зависит от характера травмы, от человека. Даже от человека может зависеть? А как от человека зависит? Ну, во-первых, большинство заболеваний суставов – это все-таки образ жизни или наследственность. Те условия, в которых мы находимся. Поэтому не у всех может быть реализован процент тяжелого заболевания суставов и в том числе какие-то болезненные ощущения на метеоусловиях. Буквально у нас осталось полминуты. Могли бы дать какие-нибудь пять золотых правил, как себя вести крымчанам в такую погоду? Не знаю насчет пяти, но обязательно удобная, не скользкая обувь, лучше рифленая подошва. Ходить медленно, никуда не торопиться. За продуктами стараться ходить реже или посылать родственников, которые более активные, более молодые. Которых не жалко. Нет, которые справятся. Конечно же, надо осторожно ходить, быть более внимательным. Большое вам спасибо, Павел Николаевич. Я абсолютно уверен, что все ваши рекомендации крымчане усвоят и непременно будут использовать в таких непростых погодных условиях. Я напоминаю, что у нас в гостях Федуличев Павел Николаевич, главный внештатный специалист-равматолог Министерства здравоохранения Республики Крым. Большое вам спасибо за полезные советы. Но мы продолжаем нашу программу и следующим пунктом у нас Крым онлайн, где мы рассказываем то, о чем говорит крымский сегмент интернета. Симферопольцы стали свидетелями того, как чистят троллейбусы. В ход идут традиционные швабры и специальные приспособления. В комментариях пользователи недоумевают, зачем все это, когда для мытья крупногабаритного транспорта существуют специальные автоматические боксы. В Евпатории вандалы хорошо провели вечер. В результате сломаны фонарные столбы, исписаны фонтаны, разбиты памятники. Непонятно, в чем прелесть такого времяпровождения, но хулиганов найдут и накажут в соответствии с законодательством. Любители быстрой езды гоняют вокруг кольцевой развязки. Никто не пострадал, но хорошо известно, что игры со скоростью нередко заканчиваются трагедией. Дай дорогу дураку. Это правило хорошо знают водители, но оно не менее актуально и для пешеходов. Женщина с коляской знакома с тезисом и уступает дорогу доморощенному шумахеру, мчащемуся по центральной улице города. В Ялте подрастают свои любители скорости. Катание с горок в отсутствии снега тоже возможно, просто нужно немного фантазии. Через три дня наступит весна. Любители природы выкладывают в сеть роскошные поляны подснежников, раскинувшиеся в буковых лесах. Такую красоту можно встретить только на солнечном полуострове. Вдохновляемся и по возможности едем на природу. Доктор Левин Воскресенье 10 часов утра на Первом Крымском Маяк передает легкую музыку. Все готово? Готово. Мы можем начинать. В эфире Первого Крымского смотрите программу «Крымские истории». И вспоминать вы их будете вместе с нами. Я Эмилия Люлькун. Я Вячеслав Анин. Мы приглашаем вас в гости. Черепахи. Ты знаешь, как долго они живут? Известны случаи, когда черепахи проживали более 300 лет. Это животные по-настоящему долгожители. Ну, я не могу с тобой не согласиться, если они такие долгожители, и можно только позавидовать в этом плане. Действительно, можно позавидовать. Но вот все-таки есть случаи, когда завидовать им не стоит. Дело все в том, что черепахи Бэби и Полди из австралийского зоопарка, которые вместе прожили, извините на секундочку, 115 лет, если вы понимаете, о чем я. Они прожили такой долгий срок, и под конец этого длительного срока совместного проживания стали ссориться. И даже женщина откусила своему другу, не подумая, что кусок панциря. Поэтому их расселили. Что же могло вдруг между ними случиться, что после стольких лет проживания они вдруг поссорились и начали даже кусаться? Понятия не имею, но я знаю, что есть такие животные, которые никогда не ссорятся со своим хозяином. Это собаки. И следующий наш сюжет как раз посвящен минутке доброте, связанной с собакой. Собака – это друг человека. Прямо сейчас. Большой барни мечтает о семье. Умный, рассудительный и приветливый. Его любят все и взрослые, и дети. Кто с ним знаком, говорят – свой в доску. Давайте исполним его мечту. Звоните 7978-863-1103. Саша, может, ты помнишь, что в январе с 20 по 30 число у нас проходила акция «Елка в ворот», во время которой можно было сдать свои елки, а они уже дальше распределялись между питомниками растений, либо приютами для животных. Их использовали как подстилку. Ну, в общем, перерабатывали. Конечно, помню. И чем же это все завершилось? Завершилось тем, что удалось собрать 500 новогодних деревьев. Да, на первый взгляд кажется, что это совершенно небольшая цифра, но эта акция проводилась с целью просветить людей, что елки нужно все-таки сдавать для того, чтобы потом их можно было вторично использовать. И вот, как я уже сказала, они были распределены. Например, их отдали в питомники для растений, где из елок сделают удобрения. Также их передали в саки казакам. Около 220 елок. Они их будут использовать как подкормку для лошадей, ну и, конечно же, как подстилку. Ну, а также часть этих елок пойдет в качестве отопления, в качестве дров, наверное, для семей малоимущих. Вот такие вот замечательные, я считаю, результаты этой акции. Акция проводилась впервые, поэтому 500 елок – это действительно небольшой результат, но только начало. Я уверен, что в следующем году это будут тысячи и тысячи. Но я предлагаю от прошедших праздников и елок вернуться к настоящим реалиям. У нас наш корреспондент Ольга Литвиненко сейчас находится в полях и готова связаться с нами. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Как известно, понедельник – день тяжелый, но, тем не менее, всех с началом рабочей недели. Не забываем о том, что на выходные буквально у нас выпали осадки. И опасаемся гололеда, так как известно, что сейчас наши травмпункты забиты людьми, которые подскользнулись и находятся там с переломами. Хочется отметить, что на улице сегодня… сейчас на улице минус 9, но ощущается, как минус 16, благодаря влажности. Итак, во второй половине дня, в 2 часа дня, у нас примерно в 2 часа дня выйдет солнышко, будет солнечная погода. Наш снежок все будет благополучно таять. И уже в скором времени весна проявит себя. Итак, к вечеру ситуация… сегодня на протяжении всего дня будет ясно, но к вечеру ситуация изменится и будет облачно. Также хочется заметить, что пасмурная погода придет во второй половине дня. Ну, это такой обзор. Студия, вам слово. Ольга, спасибо вам большое за столь подробный и глубокий анализ сегодняшнего метеорологического состояния природы. Это очень важно, потому что крымчане собираются на работу, им непременно нужно знать, что же надеть на себя. Но несмотря на такие условия, Ольга самоотверженно ходит по улицам города и при этом успевает еще нас просветить. Какая же там ситуация сложилась? Я предлагаю еще раз углубиться в эту тематику, тематику погоды и посмотреть сюжет, посвященный этому прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Саша, ну вот как самому главному садоводу Крыма я бы тебе хотела задать такой вопрос. Спасибо. Ты, наверное, прекрасно знаешь, что деревья у нас начали многие цвести, а тут такой сюрприз от природы. Что теперь нам ожидать? Я думаю, что все будет хорошо, потому что, слава богу, вегетация началась, но еще не очень активно. Я предлагаю поговорить все-таки о растениях чуть позже, а сейчас перейти к сюжету, который составляет нашу славу и гордость про тех людей, которые сотворят однажды своей родине в великую славу. Сюжет про юноармейцев прямо сейчас. В рамках федеральной программы «Юноармия наставничества» здесь проходит военно-спортивная игра «День юноармейцев». На небольшой промежуток времени Лазовская специальная школа-интернат превратилась в настоящий полигон со своими испытаниями. 33 секунды. Как добиться такого результата? Много тренировок, стараний. Если постараешься, то можно собрать быстрее. Это твой рекорд? Да. А закрытыми глазами можешь собрать? Могу. Покажешь? Сейчас? Да. Стой. Глаза не развязывай. Точно ничего не видел? Все, можешь развязывать. Страна должна видеть своих героев. Как тебя зовут? Саша. Саша, ты молодец. Саша молодец? Да. Готов? Давай. И. Поздравляем. Десятку попал. Ты рад хоть этому? Да. Все, мы тебе не мешаем. Данил, держи микрофон. Я попробую побить твой рекорд. У тебя 5.34. 6.35. Ты победил. Так, пострадавшая, ваши комментарии вам стало лучше? Да. Точно? Уверен. 34 секунды. Довольны результатом? Конечно. Все, отлично. Давайте на следующий этап идите. 34 секунды. Пацаны, кто меньше всех отжался раз? У вас. Ты? Что мы с ним сделаем, скажите? Вы? Да, да. Ну, давайте придумаем. Да нет, на самом деле, давайте его просто поддержим, правильно? Да, да. Скоро же праздник. Давай, чтобы в следующий раз больше всех отжимался, дай 5. Все, правильно, будем поддерживать. Договорились. Расскажи, пожалуйста, в чем секрет, как удалось победить? Мы были командой. Мы действовали не только каждый сам за себя, но и советовались друг к другу. День юнормейца завершен. Скажем честно, испытания были сложные, но интересные. И главное тому подтверждение – сияние улыбок на лицах ребят. Я абсолютно уверен, что действительно самое главное – это команда. Команда, которая достигает спортивных результатов, высоких. Команда, которая создает каждый день утром нового дня и делает вам, крымчане, настроение. Но я предлагаю посмотреть на экран, который сейчас за твоей спиной, и сделать себе настроение вот таким вот прекрасным, лучезарным восходом. Не правда ли прекрасно? Я надеюсь, что и наши зрители могут увидеть вот эту красивую картину, где солнце просто буквально ослепило нас именно оттуда, с экрана. Вот смотришь на это и даже не хочется переходить на следующую веб-камеру, хотя у меня припасены и следующие варианты. Может быть, мы сейчас тоже там увидим яркое солнце? Я думаю, что да, будет очень красиво и здесь. Ну, это, знаешь, это предвестники весны, которые говорят о том, что она все ближе и ближе, и действительно по календарю через три дня, хотя по ощущениям, наверное, придет к нам чуть позже. Но зато мы видим яркое ослепительное солнце. Еще не видим, подожди, подожди. Но в Симферополе уже его можно заметить, и, конечно же, рассвет уже чуть раньше начинается. Каждый раз я себя чувствую героем фильма. О, сейчас будет красота. И здесь солнце, вы посмотрите. О, Господи, этот страшный пейзаж с трубами, с дымом, но как же все-таки прекрасное восходящее солнце его украшает? Ведь на самом деле не зря говорят, свет и сила, Бог Ярила, нет тебя на свете краше. Действительно, восход солнца превращает нашу жизнь в маленький праздник. Ну, я с тобой не согласна, что ужасный вид, потому что наш город, он, в принципе, достаточно красивый, и надо просто сердцем на него смотреть иногда. Вот, я думаю, что только так и никак иначе можно полюбить Симферополь. А ну-ка, давайте посмотрим, что творится в Севастополе. В Севастополе не менее прекрасно восход над Севастопольской бухтой, Графская пристань. Господи, как же это прекрасно. И смотри, какой корабль пришвартован прямо к самому берегу. Да, можно его здесь разглядеть, и вообще очень красиво, конечно же, нас сегодня погода радует. Вот сразу приходят на ум, святы, мороз и солнце. Да, что-нибудь. Все-таки я хочу попытаться подключиться к Екатерининскому скверу, который сегодня является самой красивой точкой Симферополя. Но почему-то у меня это не получается. Самое красивое это с твоей точки зрения или это где-то были какие-то такие результаты? Я вернусь снова к Севастополю. Буквально два слова. Известно, что в Севастополе растет одно из самых старых деревьев в Крыму. Это миндаль, который пережил две обороны. Так вот, хорошая новость заключается в том, что его черенковали. Из него сделали 12 маленьких саженцев, которые будут посажены в городских парках. Это сделают крымчане, это сделают школьники. Таким самым они прославят великую победу вот в виде дерева. И, по-моему, это очень-очень здорово. Я предлагаю двигаться дальше по программе и к следующему сюжету перейти. Как тебе такая идея? Да, давайте посмотрим. Тем более он продолжит нашу тему. До весны осталось совсем немножко. Природа уже начала свой процесс обновления. А как же быть человеческому организму? Ведь за зимний период он достаточно истощился. Как быть? Чем себя побаловать? Спросим у диетолога. Несмотря на то, что мы живем возле моря, к сожалению, гиповитаминоз по витамину D встречается у большей части населения. Причем цифры запредельно низкие, к сожалению. И поэтому не только детям рекомендован профилактический прием. Вот как педиатр в поликлиниках всем деткам назначают на зимний, на осенний период, вплоть до мая даже. А также и взрослым обязательно он показан. Рост, вес, индекс массы тела, окружность талии и бедер могут многое рассказать о состоянии вашего организма. Талия – это тоже важный диагностический критерий. Она напрямую коррелирует с риском сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, сахарного диабета. Да, это очень важно. Окружность талии у женщины должна быть до 80 см, у мужчины – до 94 см. Современная медицина позволяет узнать, из чего в буквальном смысле состоит человек с помощью безболезненной и достаточно быстрой процедуры. Аппаратный анализ состава тела дает картину общего состояния организма, а также помогает выявить некоторые виды заболеваний. Мышц в вашем организме – 18 кг, а вот здесь у вас дефицит идет по мышечной массе на 300 г меньше. То есть как раз вам силовая нагрузка очень показана. Покупая абонемент в тренажерный зал, все возлагают все надежды на этот абонемент. Даже не на походы в тренажерный зал, к сожалению. Но спорт и физическая активность – это только 20% успеха, а все остальное, то есть 80% базы – это питание. Как говорил великий мудрец Гиппократ, «Мы есть то, что мы едим». Отказ от сладкой, жирной и вредной пищи, безусловно, позитивно отразится на состоянии здоровья, но поднимать настроение и баловать себя можно и даже нужно. Примерно 21 день требуется человеку для формирования привычки. То есть, исключая пищевой мусор, вы начинаете ощущать вкус, естественный вкус продуктов. Вы начинаете ощущать вкус каши, вкус фруктов. И вы понимаете, что фрукты – это тоже сладко, сухофрукты – это тоже сладость. Поэтому побаловать себя можно сладкими фруктами. Особенно тем людям, у которых есть избыточная масса тела, сладкие фрукты тоже ограничиваются. И, конечно, когда они включают какие-то из них в свой рацион, это уже баловство для них, да, и праздник. Весной нам особенно хочется выглядеть красиво и достойно. А что для этого делают горожане? Мы решили узнать, выйдя на улицы. Стараюсь питаться правильно, особенно в моем положении. Гулять больше на свежем воздухе радуется. Солнечная погодка. В принципе, в Крыму зима такая. Поэтому ждем тепла, но и не грустим от холодов. Больше витаминов, соков, здорового питания, здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе, чему погода способствует. Больше гуляем сейчас. Стараемся ловить такие солнечные дни, как сегодняшние. Поэтому, наверное, больше солнца, больше овощей, даже тех, что заморожены. Правильное питание. Все подряд ем. Ни в чем себя не ограничиваю. Супер. И при этом отлично выглядите. Может, вы спортом занимаетесь 24 часа в сутки? Да, руль кручу 24 часа в сутки. Готовить тело к весне, лету, к определенной дате, торжеству – сам по себе неверный подход. Держать себя всегда в отличной форме – постоянный труд. По всем параметрам мне рекомендовано посещение зала, по крайней мере, не запрещено. Тимур, скажи, пожалуйста, не поздно ли мне начинать подготовку к весне, к лету? Если философски, то начинать вообще никогда ничего не поздно. А говоря о нашей ситуации, то даже если ты не получишь максимума отдачи, которую ты хочешь к этому лету, даст бог, у тебя будут еще другие леты, и в любом случае ты будешь в плюсе и по здоровью, и по самочувствию. Сроки получения атлетической фигуры, они у каждого человека индивидуальны, смотря какое было прошлое у человека, насколько он подготовленный. В любом случае, через полгода активных регулярных тренировок с хорошим режимом, вы получите более атлетичное, более здоровое тело, это будет явно видимый эффект. Есть три кита основных – тренировка, сон и питание. Есть нужно регулярно, есть нужно по выверенным для человека количеством калорий и белков, жиров, углеводов. Питание должно быть сбалансированное. По поводу спортивного питания и добавок, БЦА, протеины, кому рекомендованы? Да, кому рекомендовано, кому можно обойтись без этого. Спортивное питание называют еще спортивными добавками. Слово «добавка» оно ключевое, это добавка, дополнение к вашему обычному рациону. Если не нормализован в обычном, как мы говорили уже, плане режим, режим питания, то спортивные добавки особой пользы не принесут. Поэтому, в первую очередь, витаминовинеральный комплекс, во вторую очередь, в случае, если человек понимает, что он никак не может добрать нужное количество белка, тогда протеин. Если человеку нужна более быстро усваиваемая форма аминокислот, потому что протеин именно для того, чтобы он рассчитывался на аминокислоты. Можно взять готовые аминокислоты, например, незаменимые изолицин, лицинвалин, которые известны большинству людей, как БЦА. В погоне за красивым телом важно не забывать, что спорт прежде всего для здоровья. Грамотный наставник и правильно подобранная программа занятий поможет избежать распространенных ошибок. Вдох-опускание, выдох-усилие. Вдох-опускание, выдох-усилие. Локти можно немного больше в сторону уводить. У многих есть миф о том, что без кардио не похудеешь. Нет. Кардио-работа, она, слово кардио, сердце. Мы просто тренируем в режиме 15-20 минут на пульсе со 20-150 сердце, сосуды. И, опять же, работаем на здоровье, на здоровье глубокое. Не на эстетику тела. Вот именно для этого мы пришли сейчас на кардио-сажарную дорожку. Спорт, здоровое питание, витамины и режим дня – это все, конечно, здорово и очень важно. Но самое главное – ваш внутренний настрой. Именно от этого зависит, как вы встретите эту весну. Елена Батурина, Игорь Сюткин, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Доброе утро, крымчане. Сегодня 25 февраля, сегодня понедельник. Хотя говорят, что этот день тяжелый, мы абсолютно уверены в том, что сделаем его радостным, светлым. И он прозвучит у вас в Дом-Ажоре. Поэтому призываем вас, просыпайтесь, друзья, потому что начало недели знаменует, что впереди еще больше хороших новостей, удачи и каких-то смелых решений, а также побед. А для вас в прямом эфире работают Салия Салямова и Александр Ткачев. Мы вещаем сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». И прямо сейчас я уже готова рассказать о самых последних событиях наших выходных и рассказать о том, что же произошло в Крыму, чем жили крымчане. Бойцы народного ополчения республики празднуют пятую годовщину со дня формирования подразделения 23 февраля 2014 года. Неравнодушные жители нашего полуострова объединились для защиты своей родины. Участники «Крымской весны» вновь собрались, чтобы вместе вспомнить события, благодаря которым наш регион воссоединился с Россией. Подробности у Елены Носковой. Как и зимой 2014 года, у стен Государственного Совета Республики собрались ополченцы, но уже под российским небом. Добровольцы разного возраста вспоминали захват власти в Киеве радикалами-националистами. И твёрдое решение – отстоять свободу Крыма. Тогда больше тысячи человек записались в ряды народного ополчения. Почему я здесь? Да потому что здесь должны быть все настоящие мужчины, которым небезразлична судьба нашей Родины, нашей земли, нашей республики. Мы будем защищать Крым, как мы можем. А мы можем по-женски. По-женски будем защищать. Будем помогать нашим мужчинам. В первый же день сформировали больше 12 рот ополчения. Крымчане приходили к Государственному Совету, чтобы внести себя в списки. В пятую годовщину всё, как и в феврале 2014-го. Они прибыли с Джанкоя, с Армянска, с Раздольного, с Первомайска, с Евпатории, с Исак, Алушта, Ялта. То есть со всех регионов снова собрались в один строй, в один ряд, чтобы дать понять людям, миру, что здесь Крымскую весну свершили вот эти парни. На митинге в Симферополе многолюдно. Здесь те, кто обеспечивал порядок в 2014-м году. Те, кто не дал начать вооружённый конфликт на полуострове. По зову сердца, по явлению души, пришли люди на площадь, пришли сюда, в сложный момент протянули руку помощи нашему Крыму, протянули руку помощи своим друзьям, соседям, коллегам, своим родным и близким. Поэтому, знаете, как, наверное, то, что было, каждый из вас будет ещё вспоминать и гордиться тем, что принял участие. Благодаря сплочённости тысяч жителей полуострова под флагами России и Крыма, дружин народного ополчения, республика отмечает 23 февраля сразу два праздника. День защитника Отечества – это состояние души. Для кого родина, пишутся заглавные буквы, все буквы заглавные. Вот это, наверное, праздник этот сегодня. У монумента ополченцам всех времён память погибших крымчан почтили минутой молчания. Помолились за тех, кого уже нет с нами – и за живых защитников, и защитниц Отечества. Командиры вручили своим подчинённым памятные медали. Ополченец Евгений Таран в 2014 году не только участвовал в референдуме, но и обеспечивал безопасность участников голосования. Полученную медаль будет с гордостью носить, как память о главном для Крыма событии последних лет. Я лично участвовал в обеспечении порядка на избирательном участке на улице Смольной, 25. Благодаря усилиям всех ополченцев и казаков и простых обычных граждан референдум был проведён, и Крым вернулся на родину. А до Крыма так и не доехал ни поезд, дружба от Майдана, ни радикалы с неофашистами. На площадях и административных зданиях – флаги России. В городах и районах – мир, возрождение инфраструктуры и промышленности. Ни снег, ни мороз, ни пронизывающий ветер не мешают крымчанам отмечать свой праздник. 23 февраля – это годовщина соформирования народного ополчения республики, которая отстояла наш полуостров и нашу свободу. Елена Носкова, Александр Смычек, Новости 24. Продлить жизнь тем, кто нуждается в гемодиализе. В третьей Керченской городской больнице обновили 6 аппаратов искусственной почки. В городе около 100 человек, которым необходимо лечение. 17 из них уже получают процедуру благодаря новому оборудованию. Наш собственный корреспондент Светлана Ермильченко пообщалась и с врачами, и с пациентами. 4 часа. У нас лежит пациент. 4 часа. После этого возвращаем кровь ему. Медсестра Юлия Кирюшкина проводит пациенту внепочечное очищение крови – гемодиализ. С этим медицинским термином керчанин Петр Саранди познакомился два года назад. У него стали отказывать почки. Очистка очень хорошая. И дома ты просто живой человек. Понимаете? Потому что у нас, если ты не очистишься, это уже все. Я уже на себе испытал. Начинаешь опухнуть и все. Это очень, конечно, проблематично. Проходить процедуру нужно три раза в неделю. Процесс длится в среднем 4 часа. Аппарат «Искусственная почка» очищает кровь пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью. Это устройство не лечит больной орган. Аппарат лишь замещает его функции. Это сердце гемодиализа. Здесь находится система подготовки воды. Она должна быть высоко очищенной. Водопроводная вода считается грязной водой. Поэтому вот вход с этой системой. И много-много ступеней до самой последней ступени. Вот это шкаф обратного осмоса. Практически выходит абсолютно чистая вода. Молекул в молекулу догоняет. И дальше по этой трубе, можете вот это поглянуть, идет прямо на аппараты искусственной почки. Отделение нефрологии «Идеализа» работает в Керченской больнице с 2006 года. Импортные аппараты один за другим выходили из строя. В прошлом году отделение даже пришлось закрыть из-за частых поломок оборудования. Две недели пациенты не получали жизненно необходимую процедуру. Ситуация изменилась в декабре 2018-го, когда в больницу поступили новые аппараты. На сегодняшний день у нас все шесть почек рабочие. Мы не брали больных с онкозаболеваниями, с какими-то системными заболеваниями. На сегодняшний день у нас крутится больной с мейломной болезнью. То есть это онкопатология, тем не менее, мы его взяли на диализ. Даже продлить человеку на месяц, на полгода жизни, это очень дорогого стоит. Сейчас на базе 3-й Керченской больницы гемодиализ проходят 17 пациентов. Всего в городе около 100 человек с болезнями почек. Врачи надеются с помощью новой техники оказать помощь всем нуждающимся и повысить продолжительность жизни в регионе. Светлана Ерминченко, Олег Черемисов. Новости 24. Керчь. Такие были новости от наших коллег. И, как всегда, продолжаем следить за развитием событий. Я на самом деле действительно очень рад, что у нас появились такие аппараты. Я помню, как при Украине было тяжело получить гемодиализ. А почка – это удивительный орган, который за одни сутки фильтрует более 120 литров так называемой первичной мочи. Поэтому его функция незаменима. И когда появились эти аппараты, действительно, они спасли не одну тысячу жизней. И это очень-очень хорошо. Да, очень хорошо, что теперь не надо будет ехать на материковую часть России. А действительно, эту процедуру можно будет делать у нас. Но у меня есть другая новость, которая, наверное, сейчас самая обсуждаемая. Это, конечно же, вручение премии «Оскар». Самая ожидаемая награда для актеров. Она прошла в ночь на понедельник. К сожалению, для нас время не очень удобное – 3 часа ночи. Поэтому, наверное, смотрели люди только самоотверженные. Какие интересные факты, связанные с «Оскаром». Ну, во-первых, в этом году из-за сильно низких рейтингов он длился всего 3 часа. Всего 3 часа. Мало или мало? Это, конечно же, мало. Намного меньше, чем раньше. И в этом году решили отказаться от ведущего. Но, тем не менее, вручают премии все так же голливудские звезды. Я думаю, что действительно это здорово. И если премия вручения «Оскар» шла 3 часа, то наше утро нового дня идет 2 часа. Немногим меньше, но гораздо более информативно. Но о том, куда можно сходить на выходные и прямо сегодня, что идет на подмостках, театрах, сценах и везде, везде, где показывают какое-то массовое действие, мы узнаем прямо сейчас из материала афиши. В этот день в кинотеатрах смотрите фильм «Как приручить дракона 3». Особенно по душе картина придется детям. Они смогут совершить путешествие в сказку с викингами и драконами. Вместе с главными героями зрителю предстоит столкнуться с безжалостным охотником над драконов. Удастся ли им защитить самое дорогое? Время киносеансов вы можете выбрать сами. В кинотеатрах в этот день вы также можете увидеть фильм «Алита. Боевой ангел». В далеком будущем на свалке апокалиптического железного города останки женщины-киборга находит милосердный доктор Ида и забирает ее в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она и в чем ее призвание. Все новое для девушки в этом мире. Пока она учится жить на коварных улицах железного города, доктор пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Девушка хочет узнать правду о своем происхождении и отправляется в путешествие, которое навлечет на нее всю несправедливость порочного мира. Для поднятия настроения посмотрите российскую комедию «Семь ужинов». После пяти лет брака жена начинает просить развод. Супруг же, чтобы сохранить отношения, предлагает попробовать одну из методик. Суть ее заключается в том, что герои ужинают вместе семь раз. Однако каждый раз с новыми правилами. Ужин без освещения, ужин на гишом, ужин с третьим человеком. Главные роли исполнили Владимир Ильин и Елена Яковлева. В дневное и вечернее время вы можете сходить на фильм «Клаустрофобы». В центре сюжета шестеро незнакомых между собой людей. Они получают от таинственной организации приглашение сыграть в квест. Победитель получит солидный денежный приз, а герои решают попытать удачу. Но совсем скоро они осознают, что задания в игре не такие уж и безобидные. Ставка – их собственные жизни. Фильм для любителей сложных загадок. Киносеансы повторяются в течение дня. Прямо сегодня схожу в кино, наверное. Что-то меня прям как-то... Потянуло, да? Потянуло, да, после «Оскара», вероятно. Премя «Оскар» вдруг так вдохновило на такой шаг. А меня вдохновило на мою прическу, которая называется «Голливудская волна». Я думаю, что нашу программу тоже теперь можно вполне абсолютно заслуженно номинировать на «Оскар». И мы непременно его получим. Как ты считаешь? Как самые лучшие ведущие Крыма? Нет, у нас три пары ведущих, и все лучше друг друга. И сравнивать просто некорректно нельзя, потому что все хороши, все разные. И, повторюсь, в целом программа «Утро нового дня» должна заслужить «Оскар» как минимум. Как максимум какую-то всекосмическую премию. И в частности потому, что у нас есть рубрика, которая очень полезна для крымчан. Она называется «Курсы валют и курсы углеводородов». Давайте к ней приступим прямо сейчас. Я предлагаю поговорить сначала об углеводородах. Итак, газ. Газ на сегодня равняется 28 рублям и 19 копейкам. Дизельное топливо – 51 рубль и 27 копеек. 92-й бензин – 47 рублей 17 копеек. 95-й – 50 рублей и 25 копеек. 98-й – 56 рублей 59 копеек. Цены на углеводороды, бензин и газ остаются по-прежнему стабильными. И это, конечно, хорошая новость. Давайте перейдем к валютам, которые как раз таки не отличаются стабильностью и постоянно изменяют свои рейтинги. Итак, доллар на сегодня равняется 65 рублям и 51 копейке. Евро – 74 рубля и 33 копейки. Евро за последние сутки поднялся на 30 копеек, а доллар упал на 10 копеек. Таковы курсы валют. Они не постоянны, поэтому мы всегда с особой тщательностью следим за тем, чтобы самые актуальные сведения попадали к вам, крымчане. Саша, ну вот продолжая тему кино, скажи, ты когда-нибудь мечтал стать актером и, может быть, сняться в каком-нибудь фильме? Нет, никогда, потому что я не считаю себя артистичным. И каждый раз, когда приходилось где-то играть, я всегда видел фальшь и наигранность, поэтому я даже не прикасаюсь к этой многотонкой науке. Да, но я когда-то окончила курсы актерского мастерства, и они мне пригодились только вот в этой нынешней работе. Я не знаю, если бы ты сыграла Шамаханскую царицу, например, в какой-нибудь опере «Золотой петушок», это было бы здорово. Ну или хотя бы «Офелию». «Офелию». Но если кто-нибудь предложит, то, может быть, когда-нибудь попробуй, и вы у меня увидите на экране в другом качестве. Кто знает? Я думаю, что когда ты сыграешь «Офелию», непременно об этом весь крымский интернет будет говорить. И мы непременно сделаем целый сюжет, посвященный тому, как ты выступила в постановке Шекспира. И об этом напишем в «Крым онлайн». И «Крым онлайн» прямо сейчас. Симферопольцы стали свидетелями того, как чистят троллейбусы. В ход идут традиционные швабры и специальные приспособления. В комментариях пользователи недоумевают, зачем все это, когда для мытья крупногабаритного транспорта существуют специальные автоматические боксы. В Евпатории вандалы хорошо провели вечер. В результате сломаны фонарные столбы, исписаны фонтаны, разбиты памятники. Непонятно, в чем прелесть такого времяпровождения, но хулиганов найдут и накажут в соответствии с законодательством. Любители быстрой езды гоняют вокруг кольцевой развязки. Никто не пострадал, но хорошо известно, что игры со скоростью нередко заканчиваются трагедией. Дай дорогу дураку. Это правило хорошо знают водители, но оно не менее актуально и для пешеходов. Женщина с коляской знакома с тезисом и уступает дорогу доморощенному шумахеру, мчащемуся по центральной улице города. В Ялте подрастают свои любители скорости. Катание с горок в отсутствии снега тоже возможно, просто нужно немного фантазии. Через три дня наступит весна. Любители природы выкладывают в сеть роскошные поляны подснежников, раскинувшиеся в буковых лесах. Такую красоту можно встретить только на солнечном полуострове. Вдохновляемся и по возможности едем на природу. Малыш, бери маму, папу, брата и сестренку. Устраивайтесь поудобнее на диване. В эфире детская передача «Баю-баюшки». Давайте смотреть мультфильмы вместе по будням в 20.45 на телеканале Первый Крымский. От «Баю-баюшек», от этой сонной засыпающей программы, которая, безусловно, рекомендована детям перед сном, я предлагаю перейти к чему-то более оживляющему, более будоражащему и стимулирующему. Я знаю, кто это может быть. Это, конечно же, наша коллега Ольга Литвиненко, которая сейчас находится на улицах города и готова рассказать о нынешней ситуации. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. На улице холодно, поэтому не забываем одеваться тепло. И, как я уже ранее говорила, не забываем смотреть под ноги и обувать не в польскую обувь, потому что велика вероятность, что можно подкользнуться. Но вот хотелось бы рассказать про одну профессию, которая является очень важной, которая, несмотря ни на какие погодные условия, всегда выходит на работу. И геройство, по моему мнению, это вставать рано и убирать улицы родного города. Такие, как Елена, собственно, являются примером этого вида профессии. Она с нами не разговаривается, потому что не хочет отвлекаться от важного процесса. Вот, собственно, Елена посыпает сейчас дорогу для того, чтобы мы с вами, дорогие телезрители, не подскользнулись и не получили в дальнейшем травм. Так, Елена вот сейчас посыпает дорогу, чтобы мы не спотыкались. Итак, друзья, я хочу сказать, чтобы вы замечали, что у нас везде и всюду только Дни Герои и лучшие люди Крыма. Студия, вам слово. Спасибо, Оля, и спасибо Елене, конечно же, за такую проделанную работу. Я думаю, что люди, которые увлечены своей работой и полностью ей отданы, им действительно не до разговоров. Поэтому большое спасибо Елене за ее самоотверженный труд. И Ольге, которая тоже самоотверженно трудится в полях и доносит до вас, крымчане, самую последнюю, самую интересную, актуальную информацию. И спасибо, что она так шла за Еленой, преследовала ее буквально для того, чтобы нам показать эти кадры. Но и действительно они наталкивают на мысли, что труд людей надо уважать, тем более труд дворников. Они работают в такое раннее время, даже порой и раньше, чем мы встают, и несмотря на холод, несмотря на дождь, выполняют свою работу. Спасибо им огромное. Но я точно знаю, что те, кто рано встает, тому Бог дает, а рано вставать – это означает и рано ложиться. Поэтому давайте поговорим о бессоннице и о том, как с ней бороться, если такое возникает необходимость, прямо сейчас в следующем нашем сюжете. Листаете ленту в фейсбук в кровати, начинаете выяснять отношения незадолго до сна, ложитесь в разное время и не знаете точно, во сколько встаете – поздравляем! Вы нарушаете все правила гигиены сна, а это приводит к бессоннице. Снотворное чтение бабушкиной рецепты – это далеко не полный перечень средств борьбы с бессонницей, а вот днем после таких испытаний очень сложно работать. Мы заливаем в себя тонны кофе, подавляем естественное желание уснуть, впадаем в уныние и просто теряем вкус к жизни. По статистике, 30-45% людей страдают от этого недуга. Наполеону хватало 4 часов, Эйнштейн растягивал удовольствие до 11. Одним – нужен жесткий матрас, другим – почитать книжку. Третьи категорически не способны заснуть в одиночестве. Бывает такое, особенно когда я переутовлюсь, когда сильно, например, рабочий день какой-то тяжелый, тогда. Как стараюсь справляться? Ну, пью чай с травами, стараюсь слушать какую-то приятную музыку на ночь и сидеть меньше в телефоне. Как вы с этим справляетесь? Что вы предпринимаете? Ну, как включаю фильм какой-нибудь себе с фоном и под него со временем засыпаю. У меня не мучается, потому что я обрабатываю всю свою энергию за день, поэтому сплю прекрасно. Вике 24 года, живет насыщенной жизнью, много работает, а потом приходит домой и задается вопросом – ничего ли не забыла? Постоянные компании в память оборачиваются стрессом, справиться с которым сложно. В день я работаю где-то 14-16 часов. Я работаю, конечно, по сменам, но из-за того, что у меня такой тяжелый график, я прихожу домой, еще 3-4 часа не могу успокоиться, потому что день был насыщенный, начинаешь вспоминать, что было, как было. Вялость, слабость, раздражительность – верные спутники бессонницы. От них не спрячешься, их не одурачишь. За все утро я выпиваю 3-4 кружки кофе и где-то часов в 11 утра я начинаю понимать, что у меня давит сердце. И так каждый день, но изменить ситуацию можно и даже нужно. В первую очередь нужно ложиться и вставать в одно и то же время, поставить себе такую цель, каждый день не нарушая, ложиться и вставать в одно и то же время, ложиться желательно до полуночи, чтобы сон был полноценный. Нужно соблюдать режим такой, чтобы сон составлял где-то 7-8 часов в день нахождения в постели. Меньше плохо и больше плохо. Эффективно бороться с бессонницей можно только установив ее причину. Не забывайте любить и ценить себя, ведь здоровье не купишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жители Бахчисарая вернули жителю Челябинска его собаку, которую он потерял 6 лет назад. Представляете, какая история воссоединения хозяина и его лучшего друга. Эта история произошла, как крымчане обратили внимание, что по городу бегает собака, но вроде бы с ошейником, как будто бы она кому-то принадлежит. Конечно же, они заинтересовались ее судьбой. И, к счастью, у собаки на ухе был чип, на котором была занесена информация о хозяине. И когда они пробили эту информацию, выяснилось, что им является юрист из Челябинска. Они созвонились с ним, и вы просто не поверите, как он отнесся к этому. Конечно же, он тоже не поверил, что такое может быть, что через 6 лет вдруг его собака нашлась совершенно в другом регионе. Оказалась жива и здорова, и даже более того, оставила прекрасное потомство на крымской земле. Но это еще говорит о том, что нужно чипировать своих собак в случае вот таких вот потерь. Ее могут вам легко вернуть, потому что сейчас в ветеринарных клиниках есть специальные аппараты, которые могут считывать эту информацию. То есть уже не надо вешать на ошейник вот эти таблички, достаточно прочипировать. Век информационных технологий, что тут скажешь. И этими технологиями можно воспользоваться и еще по-другому, вот другое благо. Дело все в том, что мы создали специальные материалы, которые рассказывают о том, какие собаки есть и какие собаки нуждаются в хозяине. И вот следующий наш сюжет как раз об этом. Собачки-то вот этой вот в ушке-то чип есть. Тоже был чип. Но это другой немножко чип. Это говорит о том, что она стерилизована и что собака, в принципе, обработана разными прививками. Вернее, ей сделали прививки от бешенства и других страшных болезней. То есть эта собака настолько безопасна, что ее можно взять в дом любой и тем самым совершить великое благо. Да. Так, и у нас еще одна есть новость. Она касается Крымского моста, что движение поездов запустят 8 декабря уже в этом году. Ой, совсем скоро получается. Да, по сути, мы 4 года обходились без поездов, но теперь они снова появятся у нас на полуострове. И, конечно же, ЖД-вокзал не будет выглядеть пустым. Мы давно-давно этого ждем. И, конечно же, об этом будет говорить весь интернет. Я предлагаю перейти к рубрике «Новости интернета» прямо сейчас. В Перми нашли новый способ уборки сосулек. На кадрах – работа коммунальной бригады. Сначала сосульки сбивают лопатой, после – в ход пошел лом. Но результата это все равно не принесло. Чудеса акробатики показал козленок из Кугорчинского района Республики Башкортостан. Он научился ходить на двух передних ногах. Как сообщает автор ролика, животному всего три месяца. Большую часть времени он ходит, как и все его сородичи, на четырех ногах. И только изредка встает на задние. Журчат ручьи. Улица Хабаровска затопила канализационными стоками. В результате коммунальной аварии мутные потоки потекли по дорогам и тротуарам. Местами глубина реки достигает полуметра. Уфимец заснял кота, который любит купаться. Особенно в раковине. Как пишет автор ролика, животное ложится в нее и ждет, пока включат воду. В инстаграме известные люди Бурятия приняли участие во флешмобе в защиту Байкала. Если в мире исчезнет вся пресная вода, голубого сердца Сибири хватило бы для всего населения планеты на 40 лет. Чем он напоет? Таков слоган, который участники акции пишут под фотографиями. В Перу находятся разноцветные горы Винникуанка. Еще 15 лет назад на их месте был ледник. Глобальное потепление обнажило вершины цвета радуги. Теперь это место паломничества тысячи туристов. Эта большая медведица Герда из Новосибирского зоопарка родила двух медвежат. Она внимательно следит за тем, чтобы малышам было тепло. Подгребает соломы, когда кормит детенышей, придерживает их лапами и согревает дыханием. Очень милое видео. Не успел хозяин открыть йогурт. Любимый питомец тут как тут. Принялся лакомиться. Всем хорошего дня. Прекрасное животное. Невозможно не улыбнуться, когда видишь такие кадры. Я знаю, что о чем подумал. Что этому животному совершенно не страшно никакой мороз иметь такую шубу. Это же страшно подумать. Да. Ты, кстати, подвел уже к нашей следующей теме. Абсолютно верно. И у нас есть гости. Она находится в нашей студии. А мы будем говорить о том, предсказания или прогноз, как сегодня определяют, какие капризы природы нас ожидают. У нас в гостях Раиса Степанова, начальника отдела метеопрогноза Крымского гидрометеоцентра. Так что-таки предсказание или прогноз? Прогноз, естественно. Раиса, ну вот вы, наверное, о погоде знаете все. Вы знаете, какая погода будет завтра, послезавтра. И вы всегда знаете, когда брать с собой зонтик, а когда он не нужен. Да. Скажите, почему так холодно вдруг? Весна была, и тут бац, и холода пришли. В общем, в конце прошедшей недели на полуостров сместился холодный арктический фронт скандинавского циклона. Он принес, конечно, резкое похолодание. Температуры понизились на 10-12 градусов и составили ночью 10-15 мороза и днем от 0 до 5 градусов мороза. Также выпал снег местами сильный, в горах очень сильный, 20-25 миллиметров, что достигло критериев ОЯ. Усиливался северо-восточный ветер до 16-23 метров в секунду. Наблюдалась метель. Также на дорогах образовалась гололедица, что затруднило движение не только пешеходов, но и автотранспорта. Температура воздуха стала на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Все-таки ниже климатической нормы? Да, после вторжения холодного арктического воздуха. Но вы-то можете нам сказать, когда он от нас уйдет? Да, постепенно морозы начнут ослабевать. Сегодня на полуострове по-прежнему холодно, но будь без осадков, благодаря области повышенного давления. Температура дневная составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер будет западным, умеренный. Местами в восточных и южных районах усилится до 17 метров в секунду. По календарю у нас весна уже должна прийти через 3 дня. А потепление вместе с ней придет или все-таки где-то задержится? Нет, значит до конца месяца сохранится холодная погода. И уже 26-го... До конца февраля. До конца февраля. А с начала марта придет тепло? Ну я пока говорю о феврале. Но если брать ориентировочный подход, да, на прогнозирование посмотреть, то она еще сохранится и в начале марта тоже холодная. Но это пока ориентировочно. То есть в начале марта, а после уже будет по-настоящему календарная весна. Да, я потом не буду сказать. А вообще весна какая будет у нас? Теплая или тоже ожидать каких-то сюрпризов? Ну весна для марта характерно резкие такие вот чередования тепла и холода. То есть, ну я думаю, в пределах нормы так и будет в марте. То есть возможны коротковременные похолодания, вот так же и коротковременное потепление. То есть все будет чередоваться и очень быстро меняться. Это характерно для марта месяца. То есть не исключены еще заряды и снега, и мокрого снега, ну и дождя. Таких холодов, может быть, уже не будет прям критически? Ну в общем, 26-го, вот 27-го февраля еще ожидается ухудшение погодных условий. Еще ухудшение, а еще хуже будет? Да, если сегодня хороший день, вот солнечный будет, хотя прохладный, но уже в эти последующие двое суток снова погода ухудшится на полуострове. Это будет снегопад, наверное. Это будет связано с прохождением холодного фронта, атлантического циклона, вот, то есть снова возможны осадки в виде дождя, мокрого снега, вот, усиление северо-восточного ветра, пронизывающего до 15-20 метров в секунду, вот, то есть такие вот условия. То есть я просто, как старый ботаник всегда, для меня плохая погода, это когда холодно, когда дождь, когда там мокрый снег, бог с ним, главное, чтобы не мороз, не будет таких холодов уже, то есть мы прошли этот минимум. Ну, минимум сейчас, вот, был самый минимум зато холода, ну, как я уже сказала, морозы будут постепенно ослабевать, но еще будут сохраняться ночи от 2 до 7 градусов мороза, ну, а днем будет так в пределах от 2 мороза до 3 килограмма. Ну, а что вы можете сказать о лете? Лето каким будет? Ну, лето еще далеко говорить об этом. Синоптики не могут так далеко заглядывать? Да, ну, такие долгосрочные прогнозы мы не составляем, наш гидрометцентр. А вот как далеко вы можете сказать? Скажите, пожалуйста, а вот мы сейчас вот ходим вокруг да около, вообще, как вы это колдовство совершаете? Как вы предсказываете, через хрустальный шар или какие-то другие способы? Может, народные приметы, может, вы ориентируетесь по кошкам, если они свернулись к клубочкам, значит, будет холодно. Ну, можно для прогнозировать использовать все методы, как говорится, хороши, и наблюдать за природой, но существует, мы используем несколько подходов, то есть комплексный подход. Это синоптический метод прогнозирования, который включает в себя анализ карт приземных, карт барической топографии, на которых нанесены поля давления, температуры, влажности, осадков. То есть производим анализ их. Затем используется также личный опыт каждого синоптика, что немаловажно. Ну, то есть, например, он выходит на улицу и смотрит на небо и говорит, так, сегодня будет точно холодно. Ну, это тоже можно использовать для прогнозирования. Также используются знания, очень важные, оригинальных особенностей нашего полуострова. Это влияние гор, моря. Это всё нужно хорошо изучать, чтобы использовать в прогнозировании. Ну, естественно, можно подключать интуицию даже. Я знаю, что синоптики — это очень хорошие математики, они буквально решают уравнение для того, чтобы узнать погоду. Уравнение решать сейчас на данный момент не нужно. Сейчас существует ещё второй метод прогнозирования — это численные прогнозы, которые занимаются ведущие центры. Это Москва, Вашингтон, Токио, ну и другие. В основе их лежит математическая модель. В итоге мы получаем прогностические поля давления, температуры, влажности, осадков. Ну, а это что, получается, наши синоптики не умеют считать? Нет. Почему это в Москве? Считают, а у нас не могут. Нет, нет. Это специально занимаются этим центры, которые… Их продукт выходит в виде карт-схем, которые анализируют синоптик и также используют, прогнозируют. Сейчас такой современный метод называется численное прогнозирование. Скажите, а вот я неоднократно сообщался с синоптиками, мы даже как это рассказывали про виды облаков, там, цирус-унцинус, цирус-филозус и прочие прелести. Скажите, действительно ли метеорология Крыма, она уникальная? И вот те специалисты, которые работают здесь, они настолько вот поточены под специфику, что не могут работать в других местах? Не могут? Я вот такое скажу. Наоборот, они могут, используя вот эти все особенности региональные, я уже говорила, море и горы, как они влияют на прогнозирование. Мне кажется, это специалисты других регионов не могут у нас. Да, они не смогут, наоборот, они смогут работать в любой точке, потому что очень сложные условия прогнозирования для Крыма. Скажите, а вот Симферополь от моря отдален, ну, порядка 40 километров. Оказывает Черное море воздействие на климат Симферополя? Ну, естественно, вот это погодообразующий фактор. Вот, например, если фронтальные разделы проходят над морем, естественно, они претерпевают изменения. Вот, например, если зимой, это контраст, создается, если море теплое, вот идет холодный фронт, это усиливается конвекция на фронте, появляются дополнительные облака, высота их растет. Вот, это очень показательно. Так же, вот, и в другие сезоны года. То есть влияние, вот, зимний, это контраст. Ну, то есть не только Ялтица, море суши, да. Вот, влияет на атмосферные процессы. Большое вам спасибо. К сожалению, вот, говорит на ухо режиссер, что время наше истекло, кончайте разговор. Мы с вами, к сожалению, закончим, но обязательно вас еще раз пригласим. Вы расскажете нам именно, как специфика Крыма, какова она. А я напоминаю, что у нас в гостях начальник отдела метеопрогноза Крымского гидрометеоцентра Раиса Степанова. Большое вам спасибо за прекрасный рассказ. Я думаю, что всем крымчанам было очень интересно. Но мы двигаемся дальше по нашей программе, по эфирным волнам. И следующий сюжет посвящен тоже героям, героям, пока еще молодым, которые в скором будущем составят славу нашему Отечеству. Об этом прямо сейчас. В рамках федеральной программы «Юнармия наставничества» здесь проходит военно-спортивная игра «День юнормейцев». На небольшой промежуток времени Лазовская специальная школа-интернат превратилась в настоящий полигон со своими испытаниями. 33 секунды. Как добиться такого результата? Много тренировок, стараний. Если постараешься, то можно собрать быстрее. Это твой рекорд? Да. А с закрытыми глазами можешь собрать? Могу. Покажешь? Сейчас? Да. Да. Стой, глаза не развязывай. Точно ничего не видел? Все, можешь развязывать. Страна должна видеть своих героев. Как тебя зовут? Саша. Саша, ты молодец. Саша молодец? Да. Готов? Да. Давай. И. Поздравляем. В десятку попал. Ты рад хоть этому? Да. Все, мы тебе не мешаем. Данил, держи микрофон. Я попробую побить твой рекорд. У тебя 5.34. 6.35. Ты победил. Так, пострадавшая, ваши комментарии вам стало лучше? Да. Точно? Уверен, я точно. 34 секунды. Довольны результатом? Конечно. Все, отлично. Давайте на следующий этап идите. 34 секунды. Пацаны, кто меньше всех отжался раз? Ты? Что мы с ним сделаем? Скажите. Вы? Да, даже. Ну, давайте придумаем. Да нет, на самом деле, давайте его просто поддержим, правильно? Да, да. Скоро аж праздник. Давай, чтоб в следующий раз больше всех отжимался. Дай 5. Все, правильно будем поддерживать? Договорились. Расскажи, пожалуйста, в чем секрет, как удалось победить? Мы были командой. Мы действовали не только каждый сам за себя, но и советовались друг к другу. День юнормейца завершен. Скажем честно, испытания были сложные, но интересные. И главное тому подтверждение – сияние улыбок на лицах ребят. Спасибо большое Никите Крылову за прекрасный репортаж, такой лайфовый, такой живой. И действительно, улыбки детей, они украсили сегодняшнее утро, я надеюсь, не только у нас с Алией, но и у вас, дорогие крымчане. Но есть один факт, который наверняка вас расстроит. Это то, что у нас сейчас довольно холодно, и дорога обморожена, она леденела, и возникают пробки. И об этом, думаю, поговорим сейчас, как ты считаешь? Конечно, это будет очень актуальная информация для тех, кто как раз-таки собирается на работу, выезжает. И благодаря тебе, Саша, они узнают, какие места надо объезжать. Да, прямо сейчас об этом мы поговорим. Я вышел к карте, которая показывает все, как есть. И давайте обратимся в самый центр города, потому что известно, что именно здесь наибольшее сосредоточение автомобилей, и возникают чаще всего пробки. Я напоминаю условные обозначения. Красный цвет обозначает то место, где движение очень сильно затруднено или фактически остановлено. Зеленый цвет движения свободно, желтый цвет движения сковано. Но еще есть, я специально для сегодняшнего ассистента-режиссера Ирины, говорю, багровые реки. Она каждый раз прекрасно улыбается, озаряет улыбкой всю студию, когда я так говорю. Ирина, для вас багровые реки означают полную остановку движения. Итак, центр города Симферополя, площадь Советская. Мы прямо сейчас к ней перейдем. Да, площадь Советская. Что мы видим на этом кольце? Мы видим в том, что в целом движение на трех улицах на проспекте Кирова, на площади Александра Невского. Улица Александра Невского неплохо движется, оно присутствует. А вот улица Ленина традиционно окрашена в красный цвет. Движение на ней заторможено в обе стороны. И это известно почему, потому что с другой стороны находится очень сложный перекресток. Перекресток Ленина, улицы Пролетарская и Шмидта. Здесь всегда традиционно машины стопорятся. К сожалению, так есть. Надеюсь, что когда-нибудь эта ситуация благоразрешится. Давайте обратимся к другой площади, которая не менее часто тревожит симферопольцев. Это площадь имени Куйбышева. Мы видим проспект Победы, который в сторону кольца окрашен в красный цвет. Движение затруднено. От кольца мы видим прекрасно, все свободно. Что касается улицы Киевская. Улица Киевская в обе стороны имеет затруднения. И от кольца, и вверх от кольца. К сожалению, там есть задержка движения. И проспект Кирова в сторону площади Советской тоже окрашен в красный цвет. До перекрестка с улицей Менделеева. Такова ситуация на самом центре города Симферополя. Давайте посмотрим другие артерии и вены нашей крымской столицы. Севастопольская улица является одной из центровых улиц города. Мы видим, что она окрашена в желтый цвет. И это хороший знак того, что сегодня день сложится у всех тех, кто выехал на работу. Благополучно, потому что они успели к своему рабочему месту. И успеют приступить к 9 часам к труду. И это очень важно, потому что опаздывать хорошо известно, что это не очень правильно. Не очень правильно. Но, ты знаешь, есть такие народы, у которых, в принципе, опаздывать – это даже традиция, и это хорошо. Например, африканские народы могут вполне спокойно опоздать на час и даже не будут переживать. К этому отнесутся, спокойно отнесутся к этому. Точно так же и в Китае. Там полчаса – это не считается опозданием. Не знаю. Я знаю, что, например, материковые люди, которые приезжают сюда, очень сильно удивляются нашей крымской непунктуальности. И неспешности. Да, они в этом винят наш южный темперамент. Хотя я и не согласен. Меня воспитали настолько, что я всегда прихожу за полчаса, за 10 минут раньше и никогда в жизни не опаздываю. Это правило. Да, вот не надо на нас наговаривать. Мы, крымчане, очень даже пунктуальные. Я пользуюсь всегда хронографом, потому что он никогда не обманывает и всегда показывает точное время. И следующий наш сюжет – это как раз хронограф, где мы расскажем о том, что было в этот день много лет назад. Прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этот день получил патент еще один самоучка – деревенский кузнец Томас Девенпорт. Его изобретение – электродвигатель постоянного тока. Также придумал электровоз. В 1835 году Девенпорт продемонстрировал публике модель круговой железной дороги, по которой ездил маленький локомотив. Диаметр дороги был 1 метр 200 сантиметров. Сейчас изобретение кузнеца все так же используют в поездах, подъемных кранах, устройствах автоматики. В 1807 году, 25 февраля, был учужден Георгиевский крест – высшая награда для солдат и младших офицеров. Знаки 1 и 2 степеней изготовлялись из золота, 3 и 4 – из серебра. Все они выдавались довольно редко. К примеру, за всю русско-турецкую войну Георгиевский крест в первой степени получили только 60 человек. 25 февраля отмечается день открытия спирта. Первыми чистый метанол из вина выделили арабы в VI веке. Об этом свидетельствуют записи персидского знахаря-алхимика Ар-Разим. Европейцы добились успеха в этом деле только в XI-XII веках, научившись выделять спирт при брожении. Россия получила его в подарок от генуэзского посольства в 1386 году. В этот день родился Алексей Балабанов, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Широкую известность Алексею Балабанову принес фильм «Брат», вышедший в 1997 году, главные роли в котором сыграли Виктор Сухоруков и Сергей Бодров-младший. Фильм стал хитом, а реплики персонажей – крылатыми. Другие фильмы режиссера – «Брат 2», «Война», «Американец» и «Жмурки». А сейчас с нами на связи уже есть наш корреспондент Ольга Литвиненко. Ольга, здравствуйте. Ольга, мы вас видим. Ну, бывает такое, что… Какие-то технические неполадки. Как известно, интернет – вещь непостоянная. Но предлагаю перейти сразу дальше по программе. У нас подготовлен один очень интересный сюжет, который заинтересует абсолютно каждого крымчанина, потому что его тема очень и очень актуальна прямо сейчас. До весны осталось совсем немножко. Природа уже начала свой процесс обновления. А как же быть человеческому организму? Ведь за зимний период он достаточно истощился. Как быть? Чем себя побаловать? Спросим у диетолога. Несмотря на то, что мы живем возле моря, к сожалению, гиповитаминоз по витамину D встречается у большей части населения. Причем цифры запредельно низкие, к сожалению. И поэтому не только детям рекомендован профилактический прием. Вот как педиатр в поликлиниках всем деткам назначает на зимний, на осенний период, вплоть до мая даже. А также и взрослым обязательно он показан. Рост, вес, индекс массы тела, окружность талии и бедер могут многое рассказать о состоянии вашего организма. Талия – это тоже важный диагностический критерий. Она напрямую коррелирует с риском сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, сахарного диабета. Да, это очень важно. Окружность талии у женщины должна быть до 80 см, у мужчины до 94 см. Современная медицина позволяет узнать, из чего в буквальном смысле состоит человек с помощью безболезненной и достаточно быстрой процедуры. Аппаратный анализ состава тела дает картину общего состояния организма, а также помогает выявить некоторые виды заболеваний. Мышц в вашем организме 18 кг, а вот здесь у вас дефицит идет по мышечной массе на 300 г меньше. То есть как раз вам силовая нагрузка очень показана. Покупая абонемент в тренажерный зал, все возлагают все надежды на этот абонемент. Даже не на походы в тренажерный зал, к сожалению. Но спорт и физическая активность – это только 20% успеха, а все остальное, то есть 80% базы – это питание. Как говорил великий мудрец Гиппократ, мы есть то, что мы едим. Отказ от сладкой, жирной и вредной пищи, безусловно, позитивно отразится на состоянии здоровья, но поднимать настроение и баловать себя можно и даже нужно. Примерно 21 день требуется человеку для формирования привычки. То есть исключая пищевой мусор, вы начинаете ощущать вкус, естественный вкус продуктов. Вы начинаете ощущать вкус каши, вкус фруктов. И вы понимаете, что фрукты – это тоже сладко, сухофрукты – это тоже сладость. Поэтому побаловать себя можно сладкими фруктами. Особенно тем людям, у которых есть избыточная масса телосладких, фрукты тоже ограничиваются. И, конечно, когда они включают какие-то из них в свой рацион, это уже баловство для них, да, и праздник. Весной нам особенно хочется выглядеть красиво и достойно. А что для этого делают горожане? Мы решили узнать, выйдя на улицы. Стараюсь питаться правильно, особенно в моем положении. Гулять больше на свежем воздухе радуется. Солнечная погодка. В принципе, в Крыму зима такая. Поэтому ждем тепла, но и не грустим от холодов. Больше витаминов, соков, здорового питания, здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе, чему погода способствует. Больше гуляем сейчас. Стараемся ловить такие солнечные дни, как сегодняшние. Поэтому, наверное, больше солнца, больше овощей, даже тех, что замороженные. Правильное питание. Все подряд ем. Ни в чем себя не ограничиваю. Супер. И при этом отлично выглядите. Может, вы спортом занимаетесь 24 часа в сутки? Да. Руль кручу 24 часа в сутки. Готовить тело к весне, лету, к определенной дате, торжеству – сам по себе неверный подход. Держать себя всегда в отличной форме – постоянный труд. По всем параметрам мне рекомендовано посещение зала, по крайней мере, не запрещено. Тимур, скажи, пожалуйста, не поздно ли мне начинать подготовку к весне, к лету? Если философски, то начинать вообще никогда ничего не поздно. А говоря о нашей ситуации, то даже если ты не получишь максимум отдачи, которую ты хочешь к этому лету, даст бог, у тебя будут еще другие леты. И в любом случае ты будешь в плюсе и по здоровью, и по самочувствию. Сроки получения атлетической фигуры, они у каждого человека индивидуальны, смотря какое было прошлое у человека, насколько он подготовленный. В любом случае, через полгода активных регулярных тренировок с хорошим режимом, вы получите более атлетичное, более здоровое тело. Это будет явно видимый эффект. Есть три кита основных – тренировка, сон и питание. Есть нужно регулярно, есть нужно по выверенным для человека количеством калорий и белков, жиров, углеводов. Питание должно быть сбалансированное. По поводу спортивного питания и добавок, БЦА, протеины, кому рекомендовано… Спортивные добавки. Да, кому рекомендовано, кому можно обойтись без этого. Спортивное питание называют еще спортивными добавками. Слово «добавка» – оно ключевое. Это добавка, дополнение к вашему обычному рациону. Если не нормализован в обычном, как мы говорили уже, плане режим, режим питания, то спортивные добавки особой пользы не принесут. Поэтому, в первую очередь, витаминовинеральный комплекс. Во вторую очередь, в случае, если человек понимает, что он никак не может добрать нужное количество белка, тогда протеин. Если человеку нужна более быстро усваиваемая форма аминокислот, потому что протеин – это именно для того, чтобы он расщикнулся на аминокислоты. Можно взять готовые аминокислоты. Например, незаменимые изолицин, лицинвалин, которые известны большинству людей, как БЦА. В погоне за красивым телом важно не забывать, что спорт прежде всего для здоровья. Грамотный наставник и правильно подобранная программа занятий поможет избежать распространенных ошибок. Вдох-опускание, выдох-усилие. Вдох-опускание, выдох-усилие. Локти можно немного больше в сторону уводить. У многих есть миф о том, что без кардио не похудеешь. Нет. Кардио-работа, она… От слова кардио – сердце. Мы просто тренируем в режиме 15-20 минут на пульсе со 20-150 сердце, сосуды. И, опять же таки, работаем на здоровье, на здоровье глубокое, не на эстетику тела. Вот именно для этого мы пришли сейчас на кардио, скажем, на дорожку. Спорт, здоровое питание, витамины и режим дня – это все, конечно, здорово и очень важно. Но самое главное – ваш внутренний настрой. Именно от этого зависит, как вы встретите эту весну. Елена Батурина, Игорь Сюткин, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Вот у нас один корреспондент уже начал готовиться к весне и даже, может быть, к лету. Правильно делает. Я вот все никак не успеваю. Но я думаю, что есть те люди, которые успевают везде и всегда. Это те, кто работает в новостях, потому что такая уж у них работа. Я предлагаю связаться с новостной редакцией прямо сейчас. Здравствуйте, коллеги! Гульнара Юдина с нами уже на связи. Доброе утро! Доброе утро, Гульнара! Гульнара, вот как вам сегодняшняя погодка? Вы знаете, освежающая. Мы знаем, что вы из Тюмени, и вы наверняка знаете, что такое настоящая холода. Расскажите про это. То есть такой зимой вас не удивить? Вот сегодня минус 10 ночью было. Хочу сказать, что для Тюмени это потепление. Там минус 33 градуса в течение целого месяца. Это норма. У вас были какие-нибудь забавные случаи, может быть, связанные с такими холодами? Однажды прогноз погоды передавали в течение трех дней. Метеорологи передавали, что идет дождь или ожидается дождь. И на улице был снег. И пока в интернете не появился пост о том, что просто необходимо выглянуть на улицу. Не нужно прибегать к каким-то хитростям, смотреть на какие-то колбы. Нужно просто выглянуть на улицу. Третий день идет снег, а прогноз погоды передает, что это дождь. Вы знаете, мы буквально полчаса назад общались с метеорологом. Она рассказывала как раз о методах предсказания погоды. И утверждает, что в ее профессии все способы хороши. И хрустальный шар, и гадание на бабах, и даже выход на улицу, и поиск народных примет. Поэтому ничего удивительного. Иногда это действительно помогает определить погоду. Совершенно верно. Но вот в Крыму удивляют метеорологи своей точностью. Потому что Крым у нас такой регион, что не угадать очень сложно. Но пока процентов 90 совпадает, это точно. Ну мы вот сегодня даже выяснили о том, что в беседе, что оказывается специфика Крыма очень уникальна. И горы, море, сочетание этих вот факторов делают прогноз очень сложным. И специалисты, которые работают здесь, это высочайшего уровня мастера. Поэтому, наверное, вы правы. И они действительно предсказывают погоду очень точно. Спасибо, Кульнара. Мы вам желаем хорошего дня. Удачи в эфирах ваших. Ну а если продолжать тему погоды, то я бы хотела рассказать еще немного из опыта Америки. Потому что нашла на просторах интернета, что оказывается там при минус 8 градусах уже практически застывает любая работа. Все музеи, больницы, школы, детские сады закрываются. Потому что это для них катаклизм. При этом я прочитала, что в наших городах работают настолько отверженные люди. При минус 40 градусах они выходят на работу, а дети идут в школу. Мы будем надеяться, что такие холода к нам не придут, а погода будет благорасполагать к труду и обороне. Я думаю, что наш с тобой труд на сегодня закончен. По крайней мере, в прямом эфире у нас много работы, которая остается за кадром. И мы к ней приступим буквально через 5 минут. Дорогие крымчане, большое спасибо, что вы нас сегодня смотрели. Мы надеемся, что подняли вам настроение и зарядили ваш день бодростью и хорошим настроением. Спасибо большое, что были с нами. Мы, конечно же, желаем вам удачи и хорошего продолжения, завершения этого дня. Ну а встретимся с вами уже завтра в 7 часов утра. До новых встреч!